Можно ли менять, например, тип корма или, может быть, даже марку корма во время беременности, когда вот самка уже беременна? Например, сейчас есть корма, которая именно специализируется для беременных самок. Ну, корм лучше не менять марку особенно, лучше вот именно давать корм для беременных животных. Но иногда бывает такое, что собака на какой-то период отказывается от корма. Тогда, конечно, можно ей предлагать разные вещи, типа творога, что-нибудь, но лишь бы она хоть что-то поела. А вот как у кошек это проходит процесс подготовления? Ну, обычно, если здоровое животное, то процесс беременности, процесс родов у животных проходит нормально. Да, мы также кушаем определенную марку корма, также переходим на корм для беременных, также пьем витамины, которые специально предназначены для животных. Стараемся конкретно для нашей породы подбирать определенные витамины. И витамины как даются за месяц до беременности, так и месяца два-три после беременности, пока кошка кормит. А нужно ли отсаживать во время беременности самку от самца, вот у кошек и у собак? Или, может быть, самец как-то ухаживает, вот как вот попугайчики, да, там, например, кормит свою возлюбленную? Нет такого? Самки должны содержаться, ну, во время родов, самке нужно создать специальное условие, у нее должно быть гнездо, то есть за несколько дней лучше это подготовить, чтобы она привыкла к этому месту, чтобы она могла быть там одна, чтобы другие животные, которые содержатся в этом питомнике, она должна туда уходить, когда сама захочет, и чтобы никто туда не лез. То есть, чтобы у нее был выбор такой? Да. Ага. А вот есть ли какие-то капризы у беременных кошек, собак? Например, у людей, да, беременные женщины иногда хотят клубнику в час ночи, там, или сладкое с соленым вместе. Есть ли что-то вот такое подобное у кошек и собак? Может быть, есть, но мы об этом никогда не узнаем. И нам об этом не говорят. Если собака отказывается от корма, нужно ей предложить что-то другое. Вот, как я уже сказала, если отказывается от сухого корма, предложить что-то более вкусное. Ну, огурца и нет. Мы не пробовали. У нас есть опрос. Анастасия Матвенко узнала у жителей нашего города, как протекает период беременности у домашних животных. Здравствуйте. Корреспонденты ИТВ, как обычно, проводят опрос утерки. У всех женщин беременность протекает примерно одинаково. Одни налегают на соленое, другие постоянно капризничают, а третьи не могут справиться с перепадами в настроении. А как же беременность протекает у братьев наших меньших? Спросим у жителей Екатеринбурга прямо сейчас. У меня была кошка, она была беременная, она прекрасно переносила беременность. Она стала добрая, ласковая, прекрасная, давалась гладиться и так далее. А до этого она гладиться не давалась. Если ее гладишь, она тебя может оцарапнуть, накинуться на тебя может. И главное, те, кто за ней ухаживает, она вот именно того обижает. Едят больше. Ну, если судить по всем животным, наверное, больше едят. Может быть, скорее всего, и капризничают тоже. Ну, материнские чувства проявляются уже. Такие заботы, все такое. В принципе, к концу беременности ведут себя как люди, так же беспокоятся. Ну, животные капризничают, отказываются от обычной еды, что-то хотят такого, нестандартного, может быть. Ну, ласки больше требуют, конечно, уходу за ней. Место ищут. Надо ей, чтобы помягче было. И, ну, где-то темный уголок, чтобы никто ее не беспокоил. Делитесь своим мнением, и вы оставляйте свои комментарии на нашем сайте, или звоните нам в скайп. Ну, вот еще такой вопрос по поводу самих родов, когда беременность уже закончилась. Кошка, собака могут самостоятельно с этим процессом справиться, или нужно приглашать специалиста ветврача домой, или, может быть, в клинику отвозить животное? Как их сделать правильнее? Ну, если у человека нет опыта, конечно, лучше это делать с ветеринаром. Ну, вот я, у меня есть уже достаточно большой опыт, я вот без своего ветеринарного врача Евгения ни одни роды не принимала. Потому что могут быть различные осложнения. Может быть, там, у кого-то волчья пасть, кому-то нужно пальчик отрезать лишний и так далее. То есть я рекомендую все-таки лучше с ветврачом это делать. Потому что, ну, если что-то пойдет не так, могут погибнуть и щенки, и собака. Не нужно, чтобы так было. Вы как? Сами справляетесь? Нет, так же. У нас самые первые роды проходили под жестким контролем, Евгений. Потом вторые, третьи. Сейчас прошло достаточно много времени. Мы уже стали сами более опытные. Но в любой какой-то стрессовой, с ряда вон выходящей ситуации, телефон или вызов врача надо. Наши зрители спрашивают, а кесарево делают животным? Да, обязательно делают. В каких случаях? Вот так же, как, собственно, когда есть угроза жизни? Ну, когда есть медицинские показания, да, угроза жизни либо матери, либо плодов. Да, кесарево сечение делается. А правда ли то, что период после родов, когда уже роды закончились, он даже более сложный в плане ухода за кошкой, нежели вот период беременности? Ну, главное, опять же, тоже внимательно наблюдать за животным. Это могут быть и маститы, это может быть и послеродовая коломпсия. У кошек это довольно-таки редкое явление. У собак, особенно у мелких пород, у чихуа, йорков, шпицов, шицу, это довольно-таки частое явление. И нужно после родов ставить препараты кальция, препараты для сокращения матки, да. Могут быть проблемы с лактацией, нужно наблюдать за потомством, чтобы самки не давили потомство, не травмировали, не поедали. Ну, то есть это очень, на самом деле, такой момент. Решой труд. Да, вот это, да, беременность. После родов не спишь, бывает месяц ночами, особенно, когда бывает 8-10 котят. Вот хотелось бы раз по количеству спросить, какое бывает количество малышей в одном помете у кошек и у собак? Конечно, хотелось бы всегда, чтобы было четверо, это самое оптимальное. Потому что легче, да? Конечно. Вот сейчас кошка родила у меня 10 котят, и месяц я не видела, ни ночи, ни дня. То есть первым начинаешь кормить, потом, пока заканчиваешь последнего, перво на, а по новой кормить, это предусловие, что кошка тоже кормит. Но так как хочется, чтобы все котята выжили, поэтому приходится помогать животным. А у собак сколько примерно бывает помете? Ну, конкретно у этой породы, ну, в среднем от 1 до 4 щенков, норма это тоже 3-4 щенка. Что делать, если у матери нету молока? Кормить с сухим молоком, вкусное оформление. То есть есть все это, да, необходимое, можно достать? Заменители сучьего молока, заменители кошачьего молока, да, и сосочки, и специальные бутылочки, сосочки. Не возникает у вас проблемы, куда потом девать потомство, особенно, например, если люди все-таки предпочитают маленьких щенят и котят, если они подросли, если это уже переростки? Есть ли такая проблема? Ну, на самом деле нет, потому что все щенки находят своих хозяев. Да, возможно, кто-то задерживается до 7 месяцев и до года, но в итоге все хозяев находят. Чаще всего, конечно, раскупают в 3-4 месяца, но бывают задерживаются. Но в этом ничего страшного нет, это живые организмы. Спасибо вам большое за ваши ответы. Хочу напомнить нашим зрителям, что, как обычно, в конце эфира по понедельникам мы пристраиваем бездомных животных нашего города. У нас сегодня в студии Татьяна Пожидаева, волонтер фонда помощи бездомным животным. Вот с кем пришла Татьяна, сейчас она нам расскажет. Татьяна, присаживайтесь и расскажите, с кем вы пришли. Я пришла с собакой Мони. Ей 10 месяцев, она у нас стерилизованная уже. Давайте мы Моню вот туда переведем, чтобы нам было ее хорошо видно. Вы сидите, да, чтобы Моню можно было с той стороны подснять и показать. Нашим зрителям. Какая судьба была у Мони? Она попала к нам трехнедельным щенком, выросла у нас. Вот теперь ей 10 месяцев, мы ее пристраиваем. Она собака-компаньон, то есть она не сторожевая, ее желательно в дом, в квартиру. Она очень ласковая. Чем питается? Она сухим кормом питается. Сколько раз в день нужно выгуливать? Два раза мы выгуливаем и два раза кормим. Может и натуральный, то есть кашу варить. Дорогие зрители, если вы хотите приютить Моню или как-то по-другому помочь фонду помощи бездомным животным, звоните по телефону, который вы сейчас видите на вашем экране. Ну а я хочу напомнить, что приобщиться к миру братьев наших меньших вы можете, не выходя из дома. Наблюдайте вместе с нами за самыми интересными питомцами Екатеринбургского зоопарка. Черно-белые вари, кошачьи лемуры, сурикаты, феники, шимпанзе и даже трубка зубы находятся под постоянным прицелом видеокамер. Круглосуточно на нашем сайте в разделе Зоопарк ТВ. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok